Здрасте! Всем, друзья, приветуленьки! Добро пожаловать в Формула 1.23. Я прекрасно понимаю, что довольно-таки маленькая, такая малюсенькая часть моей аудитории, в общем-то, этим всем интересуется. И, в общем-то, специально для вас анонс нового сезона. Во вторник, 13-го числа, утречком вышла новая игрулечка. Я вот в неё уже чуть-чуть даже покатался. И, в общем-то, мне пока что всё нравится. И впереди у нас карьера, как и в прошлые годы. И сегодня не будет никаких гонок, сегодня я просто вкратце расскажу, что будет, когда и как. В 20-м году мы играли в режиме «Моя команда». В 21-м мы ездили просто карьеру. В 22-м у нас, соответственно, была опять-таки «Моя команда». И, разумеется, в этом сезоне мы поедем тоже обычную карьеру. В общем-то, да, чередуется такая вот у нас карьерки. Поэтому давайте, наверное, и создадим эту самую карьеру. Это будет просто обычная карьера. Да, играю на английском, но какая разница, если мы просто ездим по кругу и ничего не происходит. Сразу же начинаем мы с «Формулы-1». В «Формулу-2» не поедем. Может быть, после прохождения карьеры проедем сезон «Формулы-2». Едем мы полный сезон, 23 трассы. И настраиваем кастом сеттингс. Сложность, друзья, пока что ставим 100%. На самом деле, от трассы к трассе я всегда сложность меняю, потому что у ботов какой-то неправильный баланс, что ли. Если, грубо говоря, ехать на сотке, то на какой-то трассе будем супер доминировать, на какой-то трассе будем плестись в хвосте. Поэтому обычно перед гонками я выбираю оптимальную сложность, чтобы было интересно ехать. Далее помощники, которыми я пользуюсь. Трекшн на медиуме. АБС без него я не могу ездить. Траектория в поворотах, разумеется. Коробка передач механика. И ERS, DRS, разумеется, тоже выключены. Это все сами будем нажимать на эти кнопочки. Да, я не супер классно езжу, чтобы ездить без помощников, как все нормальные пацаны. Я не умею, и у меня нет никакого желания это задрачивать. Мне интересен именно контент. И мне интереснее просто после работы приехать, развалиться в кресле и просто ехать. Далее. Квалификация 3 сегмента. Длина сессии тоже полная. 100% дистанции. Мы всегда ездили и будем продолжать ездить 100% дистанции. Прогноз погоды приблизительный. И настройки карьеры. Переходы пилотов это нам неинтересно. Менеджмент и разработка мы выключаем. То есть команда, за которую мы будем ездить, будет сама выбирать, что прокачивать. На самом деле это вызовет сложности, потому что есть определенный алгоритм, наверное, правильнее сказать, прокачки, при котором можно будет быстрее начать побеждать и всех нагибать. Но посмотрим, как наша команда, в общем-то, с этим справится. Цель у нас борьба за титул на сезон. И здесь мы оставляем все по дефолту. Это получение ресурсов, получение денег, получение опыта и всего остального. Обычно для хаткорчика ставят, чтобы АИ получал повышенные, а плеер пониженные. Но я этим не занимаюсь. Также, друзья, поломки. Поломки мы ставим на максимум. То есть будет у нас несколько гонок. И в прошлом году, кстати, именно из-за таких гонок мы просрали титул. Ну, в общем-то, в этом сезоне тоже такие будут, в которых мы можем проехать 4 круга, и у нас отрыгнет мотор. Или что-нибудь, короче, отрыгнет. И гонка на этом может закончиться. Я не знаю, почему. Многим не нравится эта настройка, но я ее всегда ставлю. Дерьмо, как говорится, иногда случается. И, в общем-то, и оно будет случаться у нас. Правила и флаги мы, в общем-то, ставим. Срезки мы ставим обычные. Я вот эти строгие срезки не люблю. Хотя в реальной жизни сейчас уже стали более-менее так предупреждать за выезды за белую линию. Но здесь просто это работает не так, как должно. Поэтому ставим срезки обычные. Правила закрытого парка мы, друзья, тоже выключаем. Первый раз я это делаю в этом сезоне. И объясняю, почему я это делаю. И что такое правило закрытого парка? Правило закрытого парка гласит о том, что после выезда на трассу в квалификации, вот только машина выехала, все, начинает действовать это правило, которое обозначает, что в машину дальше нельзя вносить настройки и изменять настройки. Это реализм, это все замечательно, но в случае, если идет дождевой гран-при, дождевая квалификация или дождевая гонка, это очень сильно портит все. Это очень сильно портит все. Поскольку ботам абсолютно пофиг, дождь или сухо, они едут в определенном темпе. У нас же здесь ситуация такая, что настройки есть дождевые, настройки есть сухие. И если у нас условно дождевая гонка и сухая квалификация, то приходится к квалификации ехать на дождевых настройках. В прошлом году на доминирующей машине это всегда приводило к 20-му месту на стартовой решетке. Поэтому это правило мы выключаем. То же самое наоборот. Если ехать на сухих настройках, чтобы хорошо заквалифицироваться, можно занять первое место условно в квалификации, высоко квалифицироваться. Но в таком случае в гонке будет просто невозможно ехать на сухих настройках. Так что вот так вот. Далее, пит-стоп-экспириенс. При заезде на пит-стоп, как только мы пересекаем линию, будет включаться ТВ-камера. Без вот этих вот всех ручных пит-стопов, чтобы нажать вовремя кнопочку. Это неинтересное занятие. За это время у меня будет 20 секунд, чтобы попить водички. Там я не знаю. Поэтому оставляем. Машина безопасности увеличенная. Под машиной безопасности мы не будем смотреть на ТВ-камеру. Будем сами кататься. Прогревочный круг мы включаем. И соответственно тоже будем сами его ехать. И нововведение этой игры. Красные флаги. Я видел на ютубе, как это работает. В общем-то не сильно интересно. Пока что мы ставим их повышенные. Чтобы они хоть когда-то были у нас. Я правда читал, что в первых версиях игры бывало такое, что в первой же гонке их там по 4 за игру. За гонку. В случае чего, короче, мы их вырубим. Пока что мы эту настройку оставляем как повышенную. Далее. Настройки симуляции. Флэшбеки мы оставляем, разумеется. Причем unlimited количество. Выезды за пределы трассы реалистичные. То есть асфальта и травы это будет разное сцепление. Режим экономии топлива. Если топливо закончилось, то соответственно мы потом никуда не едем. Гонка начинается у нас вручную. То есть старт. Сцепление и все дела, которые надо будет бросить. Температура поверхности шин. Поверхности каркас ставим. И симуляция температуры шин на питлени. То есть мы заезжаем на питстоп. Нам ставят новую резину. И она холодная. Правда в этой версии игры говорят, что она чуть теплее становится. И для ее прогрева нужно буквально пару поворотов. А в прошлой фадине надо было чуть ли не целый круг проехать. И я пожалуй соглашусь. Довольно быстро становится температуру. Повреждения все по стандарту. Увеличенные я ставить не буду. Так что знаете, кто-то подышал. У тебя крыло отвалилось. И надо сразу ехать. Чиниться. Ну и столкновение включено. Тоже новая штука такая. Можно поставить, чтобы на первом круге не было столкновений. Из того, что я видел на ютубе, как это работает, лучше этого не делать. Поверьте на слово. Ну и все остальное, в общем-то, неинтересно. Подтверждаем мы настройки. И начинаем карьеру с выбранными опциями. В первую очередь создаем персонажа. Рыло оставляем такое же, как и вот по дефолту. Я всегда с ним был. Страну ставим такую же, как у нас была всегда. Это Гондурас. Правда без русской локализации это выглядит не так смешно. Но что поделать. А уже русский текст даже вводить. Ух ты. Какие-то буквы по-русски можно вводить, а какие-то нельзя. Какие-то квадратики. Ну и ладно. В любом случае, я всегда для красоты подписывался латинскими буквами. Мне так больше нравилось. Вот. Аудионейм. Мы ничего ставить не будем. Она нафиг не упала. Драйвернейм. Как обычно, ставим номер 92. Потому что я под ним езжу всегда и везде. Это у нас тоже готово. Шлем. Блин, шлем на самом деле я собирался подготовить какой-нибудь. Или может быть даже скачать модовый. Что у нас тут есть? Конор Спорт не хочу. Шлем Ферстаппина нам в принципе не сильно нужен. Да, кстати, ничего такое. Сделать бы его оранжевым. Хотя красный нам тоже подойдет. На самом деле, какой-нибудь шлем можно еще купить за биткоин. У меня их 18 тысяч и есть за премиум версию. Вот этот вроде ничего такой, да? Ладно. Давайте я это оставлю на потом. Оставим пока стандартно. Мне он в принципе нравится. Можно поменять цвет ему на оранжевый. И будет красивый шлем. Вполне себе. Просто еще бы наклеить каких-то спонсоров сюда. Было бы вообще круто там. Эмоции на подиуме. На данный момент открыто всего 5. Но я, знаете, буду менять потом. Мы вряд ли будем выигрывать первые гонки. Пускай будет стандартная. Ну и соответственно радио тоже оставляем стандартное. И теперь выбор команды, друзья. Значит, в 2020 году, когда мы начинали все это ехать, мы ехали в мою команду и начинали типа с дна. Были, кстати, даже победы в каких-то гонках. Мы заехали, по-моему, до 6-го места в личном зачете и до 4-го места в кубке конструкторов. В то время, в общем-то, Mercedes, Ferrari и Red Bull, скажем так, была большая тройка игроков. Мы, в общем-то, сделали из них середнячков. В следующем сезоне, в 2021 году, мы было задумано, да. Было проехать 2 сезона, коротких причем. Но мы не доехали 2 сезона, даже коротких. А с переходом типа из Альфа Таури в Red Bull, чтобы потом побороться за титул. Но, в общем-то, до титула у нас точно не дошло. За Альфа Таури мы там тоже неплохие результаты показывали. Была средняя команда. В прошлом сезоне мы решили уже точно бороться за титул. Создали мою команду, которая была изначально в топе. То есть на уровне Red Bull, Mercedes и Ferrari. И на этой самой машине титул взял наш напарник. Под конец сезона конкурентов как бы не было. Мы оторвались от Red Bull по прокачке. Ферстапи на концу сезона стал неудел. Хотя изначально он был чуть ли не единственным прецедентом за титул. Но потом что-то наш напарничек раскочегарился и начал отжигать. У нас в одной из последних или предпоследних гонок отрыгнул мотор. И из-за этого мы проиграли титул. В этом сезоне, друзья, у нас точно так же идет борьба за титул. Именно за первой позицией. Это может быть не так интересно, как ездить за какой-нибудь Williams условный. Где много борьбы в середине. И как бы самым верняковым вариантом было бы, конечно, занять место в Red Bull. А еще самым верняковым вариантом было бы занять место Ферстапина в Red Bull. Но, друзья, мы этого делать не будем. Мы оставим себе соперников в виде Red Bull и поедем мы на красивой красной машинке за команду Феррари. Здесь они вторые. Вторые в списке по мощности, я не знаю, по крутоте, по скорости. Вторые по скорости. Да, вот как правильно будет сказать. На самом деле, в реальной жизни, скорее всего, это не так. Первая вот эта вот, сколько, треть сезона прошла сейчас в реальной жизни. И Феррари это четвертая команда, я бы сказал. А вот второе и третье место делят между собой Астон Мартин и Мерседес. Как ни странно. Кстати, можно было бы и в Астон Мартине проехаться. С Тролло нахрен. И вместе с дедом. В одной команде. Ну ладно, я на самом деле еще в прошлом году думал о том, что мы поедем за Феррари. И поедем мы в паре с Леклером. Конечно же, Каркарыч, простите, вы покидаете нас. И настройки у нас, в общем-то, все на этом заканчиваются. Сейчас посмотрим еще, друзья, что к чему. Посмотрим календарь. И что у нас вообще по машине. В общем-то, стандартное сообщение. Привет-привет. Новый босс у команды, конечно же. Мать Бенота ушел с команды. Или его ушли. Неважно. И, в общем-то, Васер там отжигает потихонечку. Офисы у нас практически прокаченные на максимум. Нам это не сильно интересно. Хотя не помешало бы третьего уровня двигатель заполучить. По прокачке. Разумеется, прокачек никаких нет. Есть от поставщика, я так понимаю, вот эти вот. Четыре прокачки. Engine Power. И все. 12. 22. Что-то закрыто. Я, друзья, первый раз это все запускаю вместе с вами. Поэтому извините за тупняк. А где топливо и ЕРС? В общем, в любом случае, не мы занимаемся обновлениями. То есть, у нас это все в автоматическом режиме. А износоустойчивость качается. Но, в любом случае, даже несмотря на то, что сделали уже 4 двигателя на сезон. Причем это в середине сезона чуть ли не ввели из-за спринтовых гонок. Но будет 4 движка. В любом случае, что-то может сломаться. И ломается один комплект электроники. И без штрафов не обойти. Без штрафов в любом случае не обойдемся. А, скорее всего, около середины сезона будем уже думать о тактических каких-то штрафах. И стараться их получать на трассах, где легко прорываться. У меня почему-то седьмой уровень. Я почему-то стою миллион. Хотя я смотрел другие карьеры. Кто начинал, там 150 тысяч было. У нас вроде как есть даже какие-то деньги. И можно... Да, у нас есть 300 тысяч. Можно взять какой-нибудь перк. Увеличение репутации на 10%. Уменьшение износа двигателя на 10%. И получение на 10% больше ресурсов. Я думаю, что мы берем износ. Не знаю почему, но мне хочется сделать именно так. Больше никаких обновлений у нас в этом сезоне по перкам не будет. Потому что едем мы, скорее всего, один сезон. А здесь мы можем все потом подрегулировать. И, друзья, сезон, который нас ждет. 23 трассы. В общем-то, практически все из них мы ездили в прошлом году. Добавилось здесь два новых трека. Это Катар и Лас-Вегас. Катар, в принципе, был в 2021 году. Правда, в игре его не было. Потому что это был ковидный год. И трасса пришла на замену какой-то другой. Ну и Лас-Вегас. В общем-то, еще третья гонка в США у нас будет. Все это дело будет под конец сезона. Поэтому их мы увидим не скоро. Далее. Наши трофеи потом будем собирать. Соперничество какое-то у нас появится. Ну и наша статистика в этом сезоне. Которую мы будем смотреть после каждой гонки. Гонки, друзья, у нас будут проходить всегда. Как и в прошлый раз. На стримах. В прямом эфире. Стримы эти будут проходить по вторникам. Я пока не знаю точно в какое время. Ориентировочно в 8 часов вечера по Москве. И к нам еще приезжали. Зафейлилось первое обновление. Здравствуйте, Феррари. Еще одно зафейлилось, да? Все понятно. Все классно. Давайте посмотрим презентацию болида. Вот кстати, кто бы что не говорил. Какими бы вы клоунами не считали Феррари. Но машина у них реально красивая. Мне она очень нравится. Целинный сезон. Мы ожидаем, чтобы вы были ближе к началу пилоту. То есть за титул мы не боремся, да? Понятно. Вот такое вот отношение у Феррари. Я думаю, что будет очень много мемов про Феррари у нас. И здесь отказала. Серьезно. Зачем? Зачем я начал за Феррари ездить? Зачем я начал карьеру за Феррари? Я видимо об этом пожалею. Ну ладно, друзья. На этом мы закончим этот самый анонсик. Надеюсь, что получилось все коротко, без лишней воды. Приходите на гонки. Следите за анонсами в Дискорде. На Ютубе где-то еще. Ну, на Ютубе, да. Я надеюсь, что сезон будет интересный. Надеюсь, что мы и таки поборемся за титул. Реально поборемся. На этом, друзья, у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. И всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok